20.30 Новосибирские области. Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Контроль за транспортировкой живых свиней. Контроль за транспортировкой мяса свинины и других продуктов свиноводства. Опасное мясо на прилавке не попадет. Какие преграды поставили на пути вируса африканской чумы свиней? Очень большая концентрация костей здесь. Промывка просто великолепная. Потому что когда промываешь сито, оно все чернеет от костей, семечек, зубов, челюстей. Уникальные находки эпохи позднего палеолита. Как школьники помогают археологам на раскопках. Вообще кавалеристы должны в соревнованиях участвовать, как бы разряды сдавать, выполнять. Я вот сама кандидат в мастер спорта. День рождения конной полиции Новосибирска. На какой паек и увольнительные могут рассчитывать четвероногие напарники кавалеристов? Сейчас об этих и других событиях подробно. В областном правительстве выбрали инвестора для строительства четвертого моста через Обь. Договор о партнерстве подпишут сибирской консессионной компанией. 360 строений в установленной зоне пойдут под снос. В основном это частные дома. Подселение будет вестись параллельно. Строительство начнется на освобожденных участках. Те, которые на сегодняшний день находятся в неразграниченной собственности. То есть это может быть земля муниципальная, может быть земля областная. Переправу через Обь будут строить на деньги консессионера, федерального гранта и регионального бюджета. Стоимость проекта 35 миллиардов рублей. Условия следующие. Построить мост за 5 лет и следующие 20 содержать платную переправу. За проезд в одну сторону с каждого автомобилиста возьмут не менее 100 рублей. К другим темам. Сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора проверяют кафе на федеральных трассах Новосибирской области. И инспектируют фирмы, которые занимаются перевозкой мяса. Задача не допустить распространение африканской чумы свиней. Напомню, очаг опасного для животных заболевания обнаружили в июле недалеко от Омска. Под нож пришлось отправить 14 тысяч свиней. В нашем регионе ситуация под контролем, уверяют ведомстве. Но даже единичный случай в одном из хозяйств Тубинского района, где ветеринары поставили животным предварительный диагноз чума, вызвал настоящий переполох. Владелец данного подсобного хозяйства использовал в пищу своего поголовья те отходы, которые образовывались на территории одного из придорожных кафе. Значительная часть случаев, связанная с заносом этого заболевания, связана прежде всего со скармливанием пищевых отходов, не прошедших термическую обработку. Отобраны необходимые пробы, но диагноз не подтвердился. Несколько сотрудников одного из крупнейших агрокомплексов в Новосибирске пожаловались в редакцию новостей ОТС на работодателя. По словам людей, на предприятии из-за тяжелых условий труда персоналу часто требуется медицинская помощь. Но в штате врач не предусмотрен, приходится вызывать неотложку. Александр Куршев разбирался в сложившейся ситуации. Директор областного телевидения. Так начинаются письма, в которых сотрудники тепличного комбината Новосибирске рассказывают о своих проблемах. Жалуются. Работаем в ужасных условиях. Под ультрафиолетовыми лампами, дышим химическими растворами, в туалет ходим по расписанию. Начальство на все претензии отвечает. Не нравится? Увольняйтесь. Работаем, бывает такое в теплице, что летом 50 градусов жары, но нас реально держат и не отпускают. Мы теряем сознание, у нас поднимается давление. То есть у нас нет на предприятии даже просто доктора. Другие сотрудники пожаловались корреспондентам ОТС на непосредственных руководителей, начальников цехов. Постоянно оскорбляют, постоянно унижают. Мы работаем на издельной оплате труда. А издельщина у нас, учитывается то, что мы работу сделали свою, мы еще до пяти часов высиживаем время. Запрещает нам в туалет ходить. Все по времени расписано. То есть как на зоне находимся. По словам людей, сейчас на предприятии работает порядка 500 человек. Те, которые пожаловались на телевидение, написали вот такие вот заявления о неразглашении своих персональных данных, потому что боятся, что после информации их могут уволить. Руководитель агрокомплекса был удивлен, что жалобы, касающиеся условий работы и оплаты труда, миновав его, попали к журналистам. На предприятии есть почтовый ящик, куда можно отправлять письма с претензиями и предложениями, не раскрывая своего имени. Я предлагаю всему коллективу, уже встречался, то есть обговорили эту ситуацию, написать одно обращение коллективное. Может быть это даже будут индивидуальные обращения, то есть мы не возражаем против них. Если все вопросы актуальны, я думаю, мы концепцию всегда найдем. Согласно 223 статье Трудового кодекса России, крупные предприятия действительно должны быть оборудованы санитарно-бытовыми помещениями, помещениями для приема пищи, помещениями для оказания медицинской помощи и комнатами отдыха. Однако пункт 5.28 строительных норм и правил предусматривает наличие врача, если численность сотрудников больше 300 человек. В тепличном комплексе Новосибирске в штате сегодня 296 сотрудников. В остальных спорных вопросах руководство пообещало разобраться. Никаких увольнений и репрессий после выхода репортажа в эфир не будет, заявил директор тепличного комбината. Александр Коршев, Константин Менин, Новость ОТС. В Новосибирской области до конца года сдадут в эксплуатацию несколько десятков социальных объектов, в том числе три школы, два детских сада и фельдшерско-акушерские пункты. На сегодняшний день это быстро возводимые объекты, которые изготавливаются на заводе здесь и монтируются уже на месте в течение двух-трех недель. В этом году у нас в этой части ноу-хау мы процентов 50 из этих фельдшерских пунктов строим совместно с жильем. То есть это квартира, там порядка 58 квадратных метров. Откроют и новые спортивные комплексы в Купино и Ордынске. А в Новосибирске – парк «Музей «Моя Россия. Моя история», где будут интерактивные сенсорные экраны, трехмерные исторические реконструкции и аудиогиды. Скрипит потертое седло. Уже 13 лет улицы и парки «Мегаполиса». Патрулирует конная полиция. Отряды кавалеристов встретить можно нечасто, но они есть. Сегодня в день создания подразделения наша съемочная группа отправилась на дежурство вместе с ними. Поначалу было сложно, конечно. Долго привыкали друг к другу. Но спустя полгода только мы начали понимать друг друга. Восьмичасовой рабочий день, устав, обмундирование – все, как у обычных полицейских. На службе они боевые единицы. В жизни – друзья. На работу лошадей принимают с трех лет. На пенсию отправляют с 15. А до этого их ожидают нелегкие трудовые будни. Погоняем сначала коня, чтобы все мышцы размяло. Потом занимаемся чисткой копыта, грива, хвост. Ну и в принципе все остальное. Если погода позволяет, теплая, то моем. Теплой водой с шампунем. Задача конной полиции – следить за порядком и вовремя успокоить разбушевавшуюся толпу. С тем и с другим кони справляются на ура. А чтобы животное само не пугалось, сотрудники полиции частенько проводят тренировки. Например, инсценируют беспорядки. Специальных тренеров у животных нет. Кормят, поят, ухаживают полицейские. Совсем молодых скакунов приходится и самим обезжать. В кавалеристы, кстати, также идут не профессионалы, а зачастую те, кому просто это интересно. Секретов нет никаких. Я конным спортом занимаюсь с 11 лет. У меня уже достаточно опыта. В полицию. Меня позвали работать в полицию. В 2014 году я пошла. Начала сразу работать с Гедизом. Это уже третий год. В отличие от стражей порядка, у лошадей нет званий и наград. Единственное поощрение за хорошую службу – это добавочная порция вкусняшки. Хотя сержанты всерьез подумывают награждать отличившихся жребцов розетками и медалями. Рута Келлер, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Это информационные итоги дня. Прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. В данном случае по результатам диагностики мы не выявляем никакой болезни у нее. Скорее всего, проблема просто связана с несовершенным тренингом. Последние пять лет работали в условиях кадрового дефицита. То есть у нас на 17 педиатрических участках работало всего 9 врачей. Я мечтаю попасть в основную команду Краснодара и попасть в сборную. Сборная России по футболу. В Куйбышевском районе археологи обнаружили останки животных времен позднего палеолита. В раскопках ученым помогали студенты и, что интересно, школьники. Так на практике подростки лучше усваивают непростую науку о том, что одна кость мамонта может стать ключом к разгадке тайн целой цивилизации. Рассказывает Оксана Тимошенко. Мы видим возраст минимум 18 тысяч, а может быть и старше 50 тысяч. Точный возраст находки установят после радиоуглеводного анализа. Его проведут в Томске в лаборатории. А пока студенты и преподаватели геолого-географического факультета Томского университета собирают материал. В одном месте все сконцентрировалось таким образом, что мы берем маленький слой и в нем может разбираться еще очень много специалистов. Может быть какое-то озеро это было, в котором вот этот ракушничек у нас накопился. Он просто может его подмывать. Вот как бы расчищать нам путь для того, чтобы понять, что здесь вот под данными полями может быть. Восьмиклассник Никита Кравчук в составе экспедиции шестой год побывал на раскопках в Красноярском крае Кемерове. Рассказывает много интересного таят в себе и земли родной Новосибирской области. Вот местонахождение волчья грива очень привлекательное такое. Очень большая концентрация костей здесь. Промывка просто великолепная. Потому что когда промываешь сито, оно все чернеет от костей, семечек, зубов, челюстей. Образцы отложений, взятых с берега, реки вначале промывают, затем просушивают. Полученный концентрат упаковывают для транспортировки в лабораторию. Река Омь это редкое, в общем-то, такое, ну скажем, явление здесь. То есть наравне с реками Каргат, Чулын, но те вообще не подмывают ничего. То есть там корытообразные такие долины и никаких обнажений. Здесь вот в Чуклайде, в общем-то, это одно из редких обнажений, где мы можем увидеть разрез геологических отложений и как-то его изучить. И установить, какие животные обитали на этой территории десятки тысяч лет назад. Изучение палеоэкологии, по словам ученых, поможет разобраться в процессах, которые происходят сегодня в современной экосистеме. И как они влияют на здоровье человека. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. В России вступили в силу новые правила эксплуатации пассажирских и грузовых кабин в жилых домах. Обслуживанием подъемников теперь будут заниматься профессионалы. А дилетантам, как пишет российская газета, придется покинуть кабину. Самые распространенные ЧП в лифтах связаны именно с ошибками обслуживания и эксплуатации механизмов. Рабочие не всегда обладают нужными знаниями. В результате треть получивших травмы или погибших при авариях лифтов людей – это сами механики. Теперь придется создавать экзамен на профпригодность. Новые правила также позволяют убрать с рынка управляющие компании, которые получили право на обслуживание лифта, но по факту этим не занимаются. В ближайшее время все подъемники внесут в федеральный реестр. Сегодня кураторы проекта «Народный контроль» в Новосибирске работали в областном центре СПИД. На учете в центре состоят 25 тысяч ВИЧ-инфицированных. Тема продолжит Екатерина Широкова. Больничные коридоры практически пусты. Однако говорить о снижении ВИЧ-инфицированных в Новосибирской области – рано. Просто работа выстроена так, что более трех человек в очереди не скапливается. Полгода назад областной центр СПИД переехал в крыло городской инфекционной больницы номер один. Штат врачей расширили. Теперь больных обследуют не шесть, а тринадцать докторов. Пациенты могут получить на одной территории квалифицированную помощь не только инфекционистов. Люди же болеют и другими заболеваниями. А здесь, как вы опять же видели, тут их может принять и гастроэнтеролог, и терапевт. И можно сделать обследование УЗИ, ФГС. То есть, в общем-то, все на одной территории. Но согласитесь, это очень удобно. Для пациентов сделали два входа. Один для стоящих на учете с положительным статусом ВИЧ, другой для сдачи анализов. Это облегчило работу врачам, а ВИЧ-инфицированным пациентам стало комфортнее. СПИД перестал быть заболеванием маргинальных структур. СПИД вышел в широкие слои. К сожалению, это наиболее активное и работоспособное население от 29 до 49 лет. Анализ на СПИД в обязательном порядке проводится лишь при поступлении пациента в больницу или когда ставят на учет беременных. В остальных случаях – по желанию. Сдача крови на ВИЧ-статус занимает всего несколько минут. Через два рабочих дня пациент имеет право забрать свои анализы. Правда, для того, чтобы подтвердить свою личность, обязателен паспорт. Провериться можно и анонимно. Для тех, кто не желает разглашать личные данные, прием анализов проходит в режиме инкогнито. Услуга платная – 280 рублей. Однако в случае выявления вируса пациента вносят единый федеральный реестр ВИЧ-инфицированных. Екатерина Широкова, Алексей Баженов. Новости ОТС. Православный день ветеринара. Столь необычный праздник отмечают сегодня в России. Епархия установила его в честь святых Лавра и Флора, которых на Руси почитали как покровители домашнего скота, в частности лошадей. Наш корреспондент Екатерина Киселева отправилась в конюшню в поисках айболитов нашего века. Пепло впервые за несколько дней выводят из конюшни, но не на прогулку, а на медосмотр. Последний выезд в лес обернулся для животного травмой. Хозяйка говорит, пепел буквально прыгал на трех ногах. Ветеринар тут же определяет хромота опирающейся конечности, копыта повышенной температуры и боль при постукивании. Для точного диагноза нужен рентген. На рентгене мы видим расширение копытных щелей, что говорит о том, что есть воспаление там. Скорее всего, проблема связана с каким-то проникающим ранением через подошвы сустава. И на данный момент там есть полость с гнойным содержимым, и это вызывает такую боль у лошади. Дальше это работа Коваля. То есть Коваля должен расчистить лошадь, найти очаг, вскрыть подошву и выпустить оттуда содержимое. Наталья Уланова и Виктория Мануилова специалисты уникальные. Одни из немногих в Сибири конных ветеринаров. К пациентам выезжают сами. В мобильные лаборатории все необходимое. Аппарат УЗИ, рентген и медикаменты. В Новосибирске стационара для крупных животных нет. Поэтому конным клубам и частным владельцам приходится вызывать такую скорую помощь. Нам действительно приходится выезжать к ним по месту, где они находятся. Но тем не менее, мечта о том, что у нас будет ветеринарный госпиталь для животных, именно для крупных животных, в частности для лошадей. Я думаю, что мы его реализуем со временем. Настоящая современная ветеринарная медицина подразумевает только какое-то стационарное, скажем так, все-таки обслуживание животных и дачу им максимального количества услуг. А вот следующий пациент. Для Натальи Улановой эта процедура привычная. Домашним лошадям подпиливать зубы необходимо каждые полгода. Ведь растут они практически всю жизнь. Хозяева приучают питомцев к кормам, сено дают в ограниченном количестве. Поэтому зубы не успевают стачиваться. Наталья Владимировна характер и привычки этих четвероногих знает не только из учебников. Раньше сама занималась конным спортом. Отсюда и выбор профессии. Сейчас на прогулке верхом времени не остается. Выбрала другое хобби. Я занимаюсь просто любимым делом. Для меня тоже это, наверное, больше хобби. Потому что все-таки основные силы и средства я вкладываю в тем, что занимаюсь мелкими домашними животными сейчас. Но как-то тут опыт накопленный, который был мной в начале моей деятельности, не хочется терять. Специализация Натальи – ортопедия и стоматология лошадей. Но бывают и экзотические пациенты. Оперировать приходилось и северных оленей, и косуль в Новосибирском зоопарке. Сегодня осмотрели трех лошадей. Куда поедут в следующий раз, пока неизвестно. Скорая помощь требуется четвероногим по всей Сибири. Ветеринары с мобильной лаборатории побывали даже в Екатеринбурге. Там больное животное нуждалось в профессиональной диагностике. Екатерина Киселева, Антон Мамаев, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. 40 центнеров с гектара. Такую урожайность получили в нынешнем году хлеборобы одного из крупнейших хозяйств области Русское поле. На результат работали люди, техника, новый элеватор и хорошая погода. Из Каргатского района сюжет моих коллег. Комбайны в поле от зари до зари. Техника новая не подводит. Нужно только следить, чтобы потерь зерна была как можно меньше. В хозяйстве около 40 тысяч гектаров пашни. Все это зимы, однолетние, многолетние травы. Кукурузу, горох, рапс, сою, люцерну. Сейчас вовсю убирают ячмень. Не боятся экспериментировать. Постоянно ищут новые способы повышения урожайности. На этом поле мы убираем ячмень с валов. Значит, погода в этом году стоит благоприятная. Урожайность ячменя у нас 40 сантиметров с гектара показывает на данном этапе. И вообще у нас в Русском поле сложилась такая, как бы, хорошая традиция, благоприятная. Значит, мы каждый год, начиная с 2012-го, увеличиваем, значит, урожайность на 5 сантиметров с гектаром. Хлеборубы уповают на небесную канцелярию. Надеются, что в эти дни не будет дождей. А вот легкий ветерок и жара только радуют. Сейчас механизаторы готовят технику на полях, где колосится пшеница. Прогнозы делаются с осторожностью, но уже видно, что урожайность будет не ниже прошлогодней. В розовике один за другим подходит за зерном. И только роса, выпадающая ближе к ночи, останавливает этот круговорот. Наша задача уходит, чтобы комбайны не простаивали. В среднем выходит 100-120 тонн, где-то в день мы вывозим, теплого зерна. Раньше для складирования урожая не хватало помещений. Теперь есть свой элеватор. Автоматически определяют температуру, влажность и качество зерна. Это называется спутокрования полностью комплексом элеватора. Начиная от забавленной ямы до села сохранения обоих веток. То есть подработка и сушка. Это показано, как сейчас на мере проходят сушка, подработка есть меня. И он закладывается на хранение. Крестьяне работают на опережение. Уже сегодня готовятся к следующему сезону. Культивируют землю для будущей посевной. В прошлом году русское поле стало лидером по сбору урожая зерновых. На этот же результат надеются сейчас. Хлеборобы уверены, план выполнят. Хотя слуха об этом говорить в разгар уборочной страды не принято. Светлана Федорова, Алексей Гаврилов, Новости ОТС. Тем временем в Новосибирске новых сотрудников городской поликлиники посвятили в профессию. Два десятка молодых специалистов, терапевтов, педиатров, медсестер и фельдшеров. В региональном Минздраве надеются, такая церемония станет традицией. Врачом-педиатром Юлия Трушева трудится пятый день. Вообще же опыт работы в медицине большой. Восемь лет сестринского стажа. Но все равно в ритм входит постепенно. Самое сложное – это документация. Особенности работы в поликлинике. Большой документооборот, много документов. То есть то, о чем нас раньше не предупреждали в институте. Детское отделение первой поликлиники обслуживает центральный район и часть Дзержинского. 15,5 тысяч пациентов. Последние пять лет работали в условиях кадрового дефицита. То есть у нас на 17 педиатрических участках работало всего 9 врачей. Поэтому мы очень рады, конечно, приходу молодых специалистов. Терапевты, педиатры, медсестры, фельдшеры – всего 24 специалиста. Чтобы привлечь молодые кадры, ходили на ярмарки вакансий, выступали в образовательных учреждениях, рассказывая поликлиники. Желающих было много. Выбирали лучших. Мы пришли очень хорошие специалисты. И есть с красными дипломами, есть и с хорошими баллами, там за 47, 46, если поменьше. Но не суть. Это не суть. Мы с каждым провели беседу. Я встретился с каждым, кто сидит сегодня в зале, причем не по одному разу. Потому и на посвящении в профессию. Представляя молодых специалистов, главный врач именем, фамилией не ограничивается. Сразу несколько терапевтов увлекаются рисованием, музыкой, спортом. Есть те, кто ездит в экспедиции с поисковыми отрядами. Педиатр Ольга Майс занимается русскими народными танцами. Вспоминает, врачом решила стать в старших классах. В университете поняла, работать будет только с детьми. Поликлиника – это же место, куда приходят люди с заболеванием, с каким-то. То есть эмоции не особо такие положительные. Но когда ты общаешься с детьми, они все равно чистые, улыбаются тебе. И поэтому работать легче, гораздо приятнее. Главные помощники начинающих специалистов – наставники, опыт работы которых несколько десятилетий. Помогают, подсказывают, объясняют. В этом году у студентов-медиков вместо интернатуры – аккредитация. И сразу в бой, в первичное звено. В регионе в поликлинике уже пришли около 400 вчерашних выпускников. Без интернатуры, без ординатуры сегодня – это большая ответственность на руководителя. Я попросил во всех учреждениях провести такой. Сергей Борисович как лидер, он сегодня организовал это мероприятие. Мы вчера на селекторе еще раз с новой чайной пообсуждали, чтобы каждый встретил сегодня, назовем по-старому детей, молодых выпускников, для того, чтобы они почувствовали атмосферу дома. Есть и еще один бонус молодым врачам – региональная выплата – 300 тысяч рублей подъемных. Наталья Ацопина, Дмитрий Злобин, Новости ОТС. Лучшие в стране футболисты Берского клуба «Кристалл» второй раз стали победителями всероссийского турнира «Кожаный мяч». О том, как это было. Ольга Летягина. Путевку в Краснодар сборная юношей 2004-2005 годов рождения выиграла на областных соревнованиях. В этом году конкуренция на России сильно ужесточилась. Вместо 12 команд победителей региональных турниров приехали 70 лучших коллективов со всей страны. В финал 16 групп было разбито по 4 команды. Победители выходили играть в финальную стадию за первое место. То есть турнир был так построен, формат турнира, что без права на ошибку. Ошабаться было нельзя. Поэтому каждая игра была решающая. Иберчане не допустили ни одной осечки. На пути к финалу обыграв команды из Чебоксар, Джанкоя, Москвы, Ставрополя и Нижнего Новгорода. Решающий поединок со сверстниками из Карелии завершился победой сибиряков 4-1. Мне запомнилось больше всего уголы наши, все четыре и удары по нашим воротам. Юные спортсмены вошли в историю, победив на турнире во второй раз. Первый поигрыш был в 2015-м. Дважды подняться на верхнюю ступеньке дистала за все время проведения кожаного мяча раньше не удавалось никому. На турнире я побывал два раза. Первый раз был в Волгограде. Тогда мы тоже выиграли этот турнир. А второй раз сейчас в Краснодаре. Где тебе больше понравилось играть? В Краснодаре или в Волгограде? Понравилось, наверное, больше играть в Волгограде. Там было поле лучшее. Также по итогам соревнований Берчан Артема Сыроежко и Никита Семененко взяли в Академию футбольного клуба «Краснодар». Попасть туда – мечта любого юного спортсмена. Я мечтаю попасть в основную команду Краснодара и попасть в сборную России по футболу. Самый важный турнир позади, но ребята не собираются расслабляться. В следующем году им предстоит выступать уже в старшей возрастной группе кожаного мяча. Да и этот футбольный сезон еще не завершен. В планах на будущее. 1 октября будет как Кубок СНГ проводиться в Дагомысе. Нас пригласили, чемпионов вызов пришел. С первого по восьмого планируем ехать на этот турнир. Ольга Летягина, Евгений Агеев. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня 31 августа. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Теперь новости ОТС не только на телеэкране, но и в интернете. Не успел к началу эфира... ...исправиться от так называемого... ...на улице с каждым днем. Депутаты... Все новости Новосибирской области на сайте вн.ру. Новости ОТС. Здравствуйте. 1 сентября по прогнозу западно-сибирского метеоагентства Новосибирске ночью небольшой дождь днем без осадков. Ветер северо-западный 27 метров в секунду порывы до 12 и влажность 52%. Температура ночью плюс 6-8, днем плюс 20-22. В последующие 2 суток осадков не ожидается. Температура воздуха в субботу днем плюс 20-22, в воскресенье плюс 22-24. На этом о погоде все. А я желаю всего самого хорошего. До встречи. Новости ОТС.